здравствуйте друзья здесь демитков юрий давно я не рассказывал про модельный портфель у меня многие уже спрашивали несколько раз почему ну просто потому что не интересно потому что там ничего не меняется никаких новых идей обычно не происходит поэтому я так редко про него рассказывал на самом деле модельный портфель дал себе вполне неплохие результаты за прошедший год и давайте посмотрим что же он нам принес я очень многим рекомендовал и не жалею здесь есть идеи и рекомендации посмотрите и вот сейчас как раз идея пришла недавно я ее на самом деле не активировал вот сейчас я это сделаю посмотрите как это выглядит вот портфель сейчас портфель будет вот такой сервис и состав портфеля есть и здесь вид сделки покупка продажа покупка покупка но без изменений что-то продажа покупка покупка то есть он говорит что надо купить что надо продать это говорит кто говорит брокер аналитики и вот здесь есть одна кнопка привести в соответствие нажимаем и все о чем тут рассказывать вот я не буду сейчас нажимать на это дело потому что но я объясню это чуть попозже потому что я хочу это сделать ну по выгоднее поинтереснее чтобы было но вот по поводу результатов посмотрите вот они результаты рекомендации по моему портфелю и вот здесь вот да я уже открыл их вы сейчас видите результаты модельного портфеля доходный кто-то у меня спрашивал в чате по моему а какой же результат дал модельный портфель за последние там ну несколько лет я рассказывал о нем начиная с 2016 насколько помню года до с 2016 года но он начал работать чуть раньше поэтому вот здесь в этом описании которые можно скачать давайте вот вернемся где его можно скачать да вот же она вот pdf написано кнопочка вы можете нажать у кого есть открытие брокер и посмотреть в pdf вот все что по этому модельному портфелю касается вот я открыл этот самый файл и раньше просто было два графика один это график мосбиржи индекса а второй график это на модельный портфель доходный про который я и говорил но вы видите что он постоянно сейчас опережает и так смотрим вот сейчас здесь появилась такая вот справа они ввели еще циферки и вот такую диаграммочку ввели очень классная штука мне очень прям понравилось поэтому давайте я вам расскажу что это такое ну вот например 2016 год я вам рассказывал что в 2016 году модельный портфель доходный дал 36 процентов годовых доходность вот она доходность 2016 и он реально дал эту доходность потому что я показывал на портфеле реального человека это моя дочь вот она диаграммочка 2016 год видите 36 процентов вот синяя планочка красная это индекс мосбиржи он опережал индекс мосбиржи 2017 год 24 процента я говорил у дочери было здесь 24 3 показан вот он 2017 год 24 процента модельный портфель мосбиржа упала за это время за 2017 год мосбиржа показала отрицательную доходность модельный портфель дал плюс 24,3 процента здесь показана доходность 2018 год был крайне сложным для нас для нашей страны и доходность вот посмотрите 12 9 процентов и я вам скажу я вам скажу вот 2018 год вот он болтался на месте очень очень долго и у меня люди говорят ну слушай но он чего не растет то вообще и и почему но вот тем не менее концу года он резко подрос и соответственно дал в 2018 году 12,9 процента доходность но практически на уровне индекса мосбиржи и вот 2019 год 19,3 процента дал модельный портфель доходный что отстает от индекса мосбиржи но 19 и 3 процента это очень даже неплохо я считаю я не знаю как вы считаете и давайте посмотрим а с чем же можно сравнить вот эти проценты но смотрите 2019 год в конце 2018 года в конце 2018 года но у нас были какие-то там опасения что все рухнет и многие решили вложиться куда в доллары правильно и давайте посмотрим что же произошло с деньгами тех людей которые решили выбрать альтернативу я не верю рублям будет инфляция рубль будет стоить 80 рублей если бы хотели слухи нет 120 будет поэтому многие побежали и некоторые из моих подписчиков тоже купили доллары в конце 2018 года вот посмотрите график юсд руб tomorrow недельный вы можете его легко проверить у себя что произошло вот здесь вот ноль шестое ноль первое то есть если купили в конце года то это было бы намного хуже где-то по 70 рублей покупали люди а многие покупали в банке то есть по 72 рубля с учетом курса покупки продажи до доллары что произошло с этими долларами я считаю от 0 6 0 1 то есть люди купили в начале января то есть ну чтобы уж быть до конца честным и что произошло в вот 0 5 0 1 и не стал считать вот здесь вот ровно год я отсчитал получилось вы видите минус 7 целых 17 сотых процента то есть в начале в первый рабочий день день 2019 года доллар стоил 66 рублей 59 копеек это на бирже и в последний день 62 рубля ну сколько тут 62 рубля меньше чем 62 пусть будет вот вот 7 целых минус 7 целых 17 сотых процента то есть сравнивать с модельным портфелем который принес плюс 19 процентов конечно же модельный портфель сильно лучше но давайте сравним еще с чем-нибудь например есть люди которые говорят я не доверяю во всякие эти акции но посмотрите вот ну по крайней мере мои наблюдения 2016 2017 2018 люди горит я не верю во все эти акции они рухнут они могут упасть и они упадут когда-нибудь все наши деньги украдут и утащат и многие люди хранят деньги доллару тоже не верю поэтому в рублях под матрасом но какие здесь минусы во первых ничего не выросла во вторых когда деньги лежат под матрасом очень как бы мешают спать потому что мы представьте ну хорошо если у вас там всего-то миллион там да сказать еще как-то может быть можно смириться но когда 10 миллионов то в общем-то сказать на таком бугре спать в общем-то неудобно я прямо скажу вот ну есть люди которые не верят банкам не верят что но спать очень мешает во первых во вторых мешает спать то что все-таки вдруг украдут в рукограмм это и так далее вдруг там залезут все значит там плохо все 0 процентов эти деньги выросли и слава богу потому что но хорошо хоть но когда таких недоверчивых станет много государства что делает обычно с ними стрижет потому что какой обмен крупных купюр бамс и все вот ну три года назад так в индии произошло значит у нас тоже в свое время было в 90-е годы был обмен крупных купюр значит там ограничить с ограничением очень здорово постригло всяких вот таких вот людей но сейчас ничего не произошло 0 процентов против модельного портфеля тех кто все таки решил поверить в модельный портфель и вложиться 19 процентов заработали но были люди которые говорят блин эти акции они падают все равно я не доверяю не буду им доверять и вложили в банк но на депозит на депозитах в банке таких очень много на самом деле людей у меня знакомых таких море прямо вот родственники вот и они город не в банке пускай будут там девять процентов тогда еще были депозиты там какие то сказать там для пенсионеров льготные так далее пожалуйста значит но обычно в 2019 году в начале депозитная ставка еще можно было найти под девять процентов годовых модельный портфель дал 19 но не гарантированно понимаете вот ну что еще с чем можно сравнить да вроде уже не с чем а со фазе есть люди которые все-таки говорят да наверно надо открывать брокерский счет но я хочу и вот я боюсь что эти акции упадут я боюсь 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 и поэтому самый надежный инструмент то есть офезе облигации федерального займа доходность была в районе ну 6 процентов 6 7 ну максимум 8 процентов годовых здесь 19,3 процента модельный портфель опережает единственное что я могу сказать что на самом деле здесь модельный портфель дал не самые лучшие результаты потому что просто индекс мосбиржи был намного выше 28 6 процента индекс мосбиржи то есть средняя цена акций выросла на 28 процентов а модель модельный портфель только на 20 но они тут пишут на самом деле свое оправдание говорят а вот портфель доходный в январе показал куда более сильную динамику плюс восемь с половиной процента в начале года этого уже ну то есть прошлый год кончился в одни ворота переиграв свой бенчмарка индекс мосбиржи локомотивами роста выступили аевка система преф или энерго а также бумаги детского мира и русала система плюс 20 процентов дала за месяц или энерго плюс семнадцать с половиной но детский мир плюс 15 процентов русал плюс 13 процентов так что как бы смотрите модельный портфель в космос а мосбиржа слегка упала поэтому в общем так все отыграл модельный портфель и здесь я еще могу сказать что посмотрите сюда это все не просто так а модельный портфель дал еще дивиденды которые в этих графиках никак не учитываются но они есть сейчас я вам их покажу вот он модельный портфель реальный это модельный портфель моей жены я туда в общем то не сказать не очень заглядывал потому что не очень интересно вот эти вот точечки это дивиденды это дивиденды 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 видите они есть давайте нажмем вот сюда вот посмотрите данные за период с 11 0 2 давайте давайте мы сделаем период не сделаю я период ну короче говоря вот пусть будет такой четыре тысячи семьсот восемьдесят три рубля при этом там всего денег то сто тысяч рублей то есть еще плюс четыре целых но семьдесят восемь десятых процента принесли дивиденды которые в тех графиках не учитываются потому что это отдельно это отдельно вот таким образом и вот он пожалуйста этот график вот так он выглядит модельный портфель но я уже показал что модельный портфель очень легкий то есть здесь рассказывать абсолютно не о чем как к нему подключиться ссылочка под моим любым видео либо вон там демитков юр . ком как начать инвестировать вы переходите на мой сайт абсолютно бесплатная кнопочка модельный портфель вводите свои данные вам приходит информация подробнейшая о том как открыть модельный портфель доходный и ну еще единственное могу сказать что это модельный портфель доходный это продукт только открытие брокер если у вас брокерский счет в сбербанке у тинькова там бкс финам другой брокер там втб многие вот но смотрите какие продукты там здесь все очень легко я вам уже показал что вот он так работает идея рекомендации и есть одна волшебная кнопка вот здесь вот привести в соответствие потому что решение принимаем мы с вами подтверждение поручений значит для завершения операции вам необходимо подписать поручение код для подписания мы отправим на номер телефона вот здесь вот мы нажимаем на кнопочку получить код и собственно говоря вот он код сейчас придет но я этого делать не буду потому что я хочу сделать это самостоятельно что я и делаю то есть вот здесь вот уже надо знать квик потому что но просто я хочу это сделать более выгодно смотрите покупка 100 штук акций афк-система захожу в си вот сама терминал квик брокерский и смотрю вот они акции афк-система если я нажим нажал бы кнопочку там привести в соответствие то купилась бы по более дорогой цене я хочу купить по дешевле ну где-нибудь вот здесь например то есть на этом я еще зарабатываю дополнительно где-то один процент покупка количество лот 100 одна штука один лот 100 штук я ставлю на покупку дальше перехожу в сюда продажа яндекс продать все ну что делать будем продавать все яндекс я продаю подороже яндекс 3109 рублей все четыре штуки продаю ну раз уж да вот он яндекс вы видите он хорошо вырос последнее время почему его не продать теперь дальше следующее что у нас яндекс я поставил на продажу русал покупка 10 штук русал пелси так переходим сюда же русал пелси сколько там было покупка 10 штук русал 10 штук опять же я хочу подешевле купить вот здесь например так новая заявочка количество 10 вот я одну штучку здесь один лот ставлю на покупочку вот почему я его здесь поставил почему потому что вот здесь 236 кто-то хочет купить а я ну чуть по повыше поставил а вот это вот это мелкие ну я надеюсь что все будет здесь хорошо давайте переключим график вот на получасовой ну вот у меня есть все шансы купить еще и дешевле я думаю поэтому я поставлю эту заявочку вот сюда опля вот я думаю что она сработает вы видите по графику вот она заявочка как все это делать я рассказываю на курсе биржа для чайников и здесь вы можете ну немножечко побольше заработать ну и и это же интересно друзья мои посмотрите вот она вот ну курс биржа для чайников здесь уже там надо уметь настраивать терминалов двигать все это вот все обо всем этом я рассказываю дальше что у нас так русал без изменений детский мир покупка 10 штук то же самое делаем детский мир вот он у нас детский мир покупочка давайте мы его вот здесь вот купим новая заявочка так сколько у нас 115 10 а мы его поставим по 114 99 так 10 штук опля покупаем вот она где наша заявочка ну что не купим что ли купим я думаю что мы купим его и вот по этой цене 114 82 вот так что у нас дальше смотрим дальше у нас нл россия продать все давайте продадим нл россия так яндекс видите уже мы продали яндекс сегодня только что это заявка уже сработало видите она заработала по цене лучше чем если бы я нажал на кнопочку то есть вот он пожалуйста курс биржи для чайникова купается так нл россия тоже мы все продаем но продадим-ка мы его вот здесь попробуем вот новая заявочка продажа максимум шесть лотов шесть тысяч давайте проверим еще там шесть тысяч штук да все мы продаем пожалуйста ой 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 вот сюда а вот сюда шесть тысяч штук действительно мы продаем 1090 вот 1.009 что такое 1.009 1 рубль стоит акция нл а ну вот так минимальный лот 1000 штук вот а он продан а он уже продан вот мы его продали вот посмотрите вот посмотрите систему мы купили по 1823 50 яндекс у нас продан по 3109 как и хотели и нл россии тоже продан вот они а теперь посмотрим заявочки какие у нас есть у нас осталась заявочка русал и детский мир которые остались остались так вот ну вы видите что вот так детский мир где у нас вот ну пока не дошла цена вот до этого ну подождем так и русал аналогично он пока подрастает ну ничего страшного я не тороплюсь вполне может быть что он сегодня продастся давайте-ка мы обновим здесь вот так оп ля вот так вот я и делаю обычно так портфель сейчас портфель будет без изменений без изменений покупка русал ну покупается да покупка детский мир ну покупается юнипро надо купить оказывается и огк 2 вот что я еще упустил давайте посмотрим юнипро вот он тикер юпро сейчас сюда заходим да вот сюда и ищем этот юпро его у нас еще нет в портфеле поэтому сейчас посмотрим что такое юнипро вот они юнипро вот они юнипро какие у нас акции юпро да а вот они тут только один вариант так графики цены и объема ооо она растет смотрим так давайте мы купим тут уже в общем-то можем не успеть подешевле не получится может быть купить да сейчас посмотрим пятиминутный график так ну почему не получится может и получится вот она вот здесь вот мы ее купим сколько мы покупаем их юнипро две тысячи штук два лота на шесть тысяч рублей чего не купить вот так вот оно юнипро у нас какая у нас следующая заявочка будет огк2 огкб огкб сейчас я попробую вот так вот сделать нет не получилось не получилось не получилось c вот сюда мы вводим control v и b добавляем вот так огк2 тоже акции смотрим графики цены и объема пять минут пять минут пять минут охх хорошая цена сейчас давайте мы ее вот здесь вот и попытаемся купить сколько мы их будем покупать 15 тысяч штук лот тысяче значит 15 вот так да опля вот сюда Не купим мы здесь Повыше поднимем Вот так Вот Сейчас посмотрим, что у нас здесь В стаканчике нашем Так, ОГК 2 О, наша заявочка первая стоит Юнипро Наша заявочка вторая стоит Скорее всего, все будет сделано Детский мир Где у нас стоит, совсем низко опустился Ну, придется поднимать Вот сюда Вот она Так, это мы закроем Вот он, детский мир наш Так 5 минут Ставим график Ничего страшного Подождем Русал Где у нас тут Русал Тоже подождем Юнипро Ничего не потеряно ОГК 2 Тоже купится прямо сейчас Ну, собственно говоря Не буду я уже терзать Ваш Модельный портфель Вы видели, что всего одна кнопка Чтобы не дергаться Я дергаюсь Я предпочитаю Поэтому Ну, я умею работать с КВИКом Если не умеете Пожалуйста, биржа для чайников Она для вас И еще один момент я хотел сказать Смотрите, есть люди, которые не верят Что акции принесут доходность Они упадут И так далее И так далее Друзья мои Вот эти люди Это самые золотые Наши люди Это наш золотой фонд Почему я так говорю? Потому что Эти люди Во всем сомневаются Они говорят Эти акции упадут Ну-ну Говорят они Один год Это, так сказать Выросли Там 36% Ха-ха-ха Они упадут На следующий год 24% растут А они упадут Говорят эти люди Почему я их называю Золотым фондом Дальше 19% Говорят Все равно акции Когда они упадут Скоро кризис будет Вы знаете Когда кризис начнется Когда вот эти самые люди Вот Кончится у них терпение И они побегут в банки К брокеру К Демиткову Юрию Говорят Юрий, помоги Мы хотим открыть брокерский счет Мы уже поняли Что вообще Доходности в банках снижаются Это неинтересно Вообще Нам хочется Открыть брокерский счет Вот тут-то Значит Они откроют Вот тут-то Все и упадет Так всегда бывает Это цикл такой Те, которые больше всего сомневаются Они всегда больше всего теряют А те, кто Самые первые Начинают инвестировать Они как раз На гребне Поэтому, друзья мои Не теряйте времени Если вы еще не открыли брокерский счет Ссылочка Либо там Модельный портфель Бесплатно И открывайте Брокерские счета А я вам об этом буду Обо всем рассказывать На сегодня все Спасибо за внимание Лайк Подписка С вами был Демятков Юрий До встречи Субтитры создавал DimaTorzok